Итак, в Террарии насчитывается огромное количество мобов, как полезных, так и дебильных. Но что же отличает одних от других? Чем они так выделяются? Не ваше дело! Идите на... Не надо меня перебивать. Пожалуйста. Так вот, я бы хотел рассказать вам про наиболезнейших мобов Террарии. Приятного вам просмотра. Think fast, chocolate nuts! Думан в воду. Да, этот чёрт спавнится в аду. Как вы знаете, с него падает кукла в воду гида, что призывает в стену плоти. Но многие ошибаются, думая, что без данного моба вы пройдёте Террарию. Вы не знаете, как призвать стену плоти без куклы в воду? Ну что ж, для этого вам необходимо построить дом в аду для вашего чудеснейшего гида. После чего за него платят волков, столкнуть его в воду. И появится стена плоти. Даже в аду живётся лучше, чем за 20 тысяч. Так что полезный демон в воду ещё под вопросом. А самым полезным мобом в данном топе я бы назвал Духа Данжа. Ведь с помощью дропа данного моба вы не только скрафтите броню для убийства Мунлока, но а также вы сможете призывать Тыквенную Луну и Морозну, в которых падает огромное количество оружия для разных классов. Без данного моба вы не пройдёте Террарию за мага, так как аналогов у этой брони нет. Разве что хлорофитовая, что крайне сильно уступает ей по эффективности. Для спавна Духа Данжа вам необходимо убить Плантеру, после чего ожидать его в данже. И каждый маг вероятнейше будет его фармить. Но мы же сейчас говорим о всех классах. И как раз таки моб, которого фармят все, это Виверна. Креми руки и ём быстрее! Креми руки и ём быстрее! Эх, а ведь совсем недавно этот моб был таким надоедливым и вредным. До тех пор, пока разрабы не запретили знахарю продавать лиственные крылья после убийства сеноплоти. Эээээ... И теперь вы обязаны достать 20 эссенций воздуха в начале хардмода для крафта каких-либо крыльев. Как думаете, можно ли пройти игру без Виверна? Конечно, для этого вы убиваете любого механического босса и покупаете джетпак у прибывшего стимпанк-кера. Пусть меня задавят танком, все равно умру я панком! Броню магу скрафтили, но а как же воин? Как раз таки и для него существует злая черепаха. Без неё вам придётся убивать мудлоха хлорофитовой броне, что сделает из вас настоящего мазохиста, а в будущем клиента Сбербанка. Но мы же не ходим первой стадии, поэтому из данного моба вы выбиваете 3 панциря для своей брони, которую после голема улучшите и убьёте мудлоха. Также я могу выделить элементаля хаоса, но фармить джезл раздора мало кому понравится, но всё равно будет полезно, так что можете попробовать. Так, ну можете ко мне в ДС зайти и кэмпти прикольный чел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!